Вопрос, который меня никогда никто не спросил, никто меня не поинтересовался, хотя достаточно может быть каким-нибудь может сокровенным для кого-то, но Зарочка Зиналова, моя дорогая подписчица, спросила меня и поинтересовалась, Инна, расскажи, пожалуйста, хотелось бы узнать побольше о твоем отце, если есть возможность вставить видео или фото, будем рады. С большой радостью и удовольствием отвечаем на этот вопрос. Ну, что касается моего папы, естественно, как и у всех людей, у меня есть папа. Папа, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. В 2017 году у папы юбилей, ему исполняется 60 лет, поэтому хочется, конечно, подумать, как бы можно было его удивить приятно. Моя, конечно, я уже говорила в каком-то одном из моих видео, моя большая мечта, чтобы папа смог приехать ко мне в гости в следующем году или, может, не в следующем, в одном из ближайших лет. Посмотрим, насколько у нас это получится. Тогда уж сможете с ним познакомиться воочию. Рассказывать много нечего. Я же не буду рассказывать его биографию. Но папа у меня очень веселый, очень человек с большим чувством юмора, с огромнейшим. Ростом я пошла в него. Папа у меня высокий. Вот, так что тяжело так вот, что расскажи про папу. Вообще, мой папа уроженец Украины. Он родился на Восточной Украине. И со временем они переехали с семьей на Западную Украину, в Ивано-Франковск. У папы есть еще старший брат. Это мой дядя на 6 лет старше. И папа мой рос достаточно в такой семье, простой. Вот, папа рос, учился в мореходном училище в Кронштадте. Позже поехал на практику в Балтийск, там, где познакомился с моей мамой в военном городке. И там же они уже и расписались. И уже моя мама, сибирячка, так и уехала на Украину к моему папе, на Западную Украину жить. Вот, со временем, спустя там сколько-то лет, родилась я. Папа у меня профессиональный водитель с огромнейшим количеством лет. Уже, я думаю, порядка 30 лет у него стажем. Ты накрасила губочки? Молодец, умничка. Ты встала на стульчик? Ой, а у тебя смотрит Фокси вместо тебя смотрит. Красиво как. Вот, я очень жалею. Я сказала папе, что дай бог у нас получится увидеться, чтобы он приехал, чтобы он обязательно взял с собой фотографии свои юношеские, вот это вот все. Потому что нечего даже показать именно вот с юношеских. Понятно, что более старшие фотографии у меня уже есть, когда он в Израиле был, приезжал и присылает. По сей день мы практически там стараемся хотя бы раз в месяц какие-то свеженькие фотографии он пересылает мне. Папа очень повлиял на мое воспитание. Именно такой характер. Понятно, что папа и мама воспитывали всегда одинаково, в том плане, что каждый родитель превзносит свои какие-то пункты в воспитании ребенка. И папа превзнес именно такие пункты. Я бы сказала, как сегодня рассматриваю, такие пункты по жизни, выживания. Если мама меня превзнесла в моем воспитании и характере пункты общения с людьми, постройки своего окружения, какие-то вот тонкости общения, если это у меня пришло от мамы, какие-то организаторские способности, то от папы папа мне передал свои навыки выживания, жизни в трудных ситуациях. И, наверное, такой надежде, что всегда есть выход. Выход есть всегда. Вот. Вообще очень много-много связано у меня с папой разных интересных воспоминаний и поговорок. Так сложилось, как вы понимаете, что, как вы можете видеть, что в Израиль мы уехали с мамой вдвоем. Просто такое было принято решение, что мы уезжаем с мамой, папа решил не ехать. Но отношения у нас великолепные. Моих родителей между собой, у нас между всеми нами. Мы очень большие друзья. Мы поддерживаем друг друга всегда и во всем. И мы знаем, что происходит друг с другом на ежедневном уровне. Конечно же, конечно же, дети мои не знают дедушку, потому что в связи с расстоянием мы не можем видеться. По крайней мере, часто так вообще не можем. А видеться вообще – это тоже большой вопрос. Вот. Но слава Богу, папа мой здоров. И я желаю ему всяческих успехов, здоровья, счастья в личной жизни. И оно у него есть. Поэтому у нас все действительно очень, как сказать, полюбовно, гармонично складываются наши отношения. Я рада. Конечно, как бы мое такое желание – видеться чаще, общаться чаще. Ну, по мере возможностей, которые нам в жизни будут выпадать, мы будем пользоваться этими возможностями и, конечно же, видеться. Поэтому это была о моем папе. Я очень надеюсь, что у нас всех получится сделать какую-то видеосессию и с папой тоже. И тогда у вас уже, наверное, тоже возникнет какая-то картинка, в какой семье я выросла. Почему я такая, какая я есть? Какие мои родители? Маму вы уже знаете. Папа тоже весельчак. Папа еще веселее, чем мама тоже. Вот. Поэтому. Такие они у меня два юмориста. Вот что самое яркое такое, что никогда не было мне скучно с моими родителями. Всегда нам было весело. Всегда у нас какие-то истории, путешествия, какие-то истории интересные, забавные, которые вошли в мою жизнь, в мою память. Поэтому даже сейчас говорю, вспоминаю какие-то там моменты. И очень так весело на душе становится светло и приятно. Поэтому папа привет. Папа тоже смотрит мои видео. Конечно, еще не совсем он поборолся с новой техникой и не может понять до конца, как работает YouTube и как его настроить так, чтобы видеть все мои видео подряд друг за другом. Но папа все впереди. Я желаю тебе того, чтобы ты смог изучить новые пути. И я рада, что у нас хотя бы есть вот такая возможность дополнительная видеть мою жизнь, как растут дети и как я меняюсь. Все. Зарочка, спасибо большое тебе за вопрос. И я надеюсь, что немножечко произнесла какую-то такую новую информацию о себе, о моем папе и о своей семье. Пока.